Достать из шкафа зимнюю одежду и обувь уже в первой половине ноября советуют в Прим-Гидромете. В этом году сентябрь порадовал приморцев настоящим бархатным сезоном. В обе лето затянулось до 27 сентября. Холодать начало только после этой даты. Конечно, несколько аномально. Так бывает очень нечасто. Но бывает. Почему? Потому что длительное время у нас такой тип циркуляции сохранялся, когда воздушная масса поступала не с севера, не с северо-запада, а с юга-запада, с прогнетого Китая. После ухода теплой воздушной массы в Тихий океан в Приморье поступила холодная сибирская. И температура упала. Перемену погоды жители Владивостока и края ощутили сразу. Сняли босоножки и футболки, надели куртки и кроссовки. Однако оставшиеся полтора месяца осени еще подарят приморцам немного солнца и тепла. Колебания температуры будут приличные. Причем и в положительную, и в отрицательную сторону. Еще теплые дни, относительно теплые дни нас порадуют. Но ночные морозы в Приморском крае уже будут все дальше и дальше набирать силы. Чем яснее ночи, тем они морознее. Но в безоблачные солнечные дни воздух еще будет прогреваться до 15-18 градусов. Однако 22 октября из Филиппинского моря к Японии подойдет мощный тайфун Лан. В эпицентре тайфуна Приморье не окажется, но его отголоски скажутся на приморской погоде, проливными дождями и очередным похолоданием. Прямого выхода тайфуна на Приморский край мы не ожидаем. Косвенное влияние. Пока мы не предполагаем, что зона дождей, связанная с этим тайфуном, как-то зацепит Приморский край, особенно зона интенсивных дождей. Все-таки главные дожди пройдут по Японии и по Японскому морю. Согласно народным приметам, зима будет теплой, если ясным будет день 14 октября, праздник Покрова Божьей Матери. В этом году, 14 октября, погода была солнечная и теплая. И хотя такие приметы на территории Приморья сбываются редко, в этот раз метеорологи солидарны с народным календарем. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.